Ммм, ммм, па-ра-па-па Ну хер знает, ну ладно Эх, неважно Привет Я на прошлой неделе ходил в музей Поэтому в блоге ничего не записывал Вот, на этой неделе я не пошел в музей Вот, занимаюсь всякими своими собачьими делами по дому Среди прочего, давайте запишем блог Значит, три вещи хочется сказать Сегодня Значит Первая вещь, это комменты на комменты Вторая вещь, это, значит Это истоки современной политической мысли Крентин Скиннер Двухтомник вот такой вот, я его наконец-то дочитал Пять минут буквально про него скажу В общем, как бы он клевый, но Не думаю, что ему стоит посещать целое видео Вот И, в общем, как бы то, о чем сегодня будем говорить Это Дэвид Эдмонс Убили бы вы толстяка Вот, это книжка, про которую будем сегодня разговаривать Комменты на комменты Значит, внезапно Самым обсужд... Просматриваемым и обсужда... Обсуждаем... Комментируемым видео в этом блоге Книжном нашем книжном блоге Нашем небольшом книжном блоге Оказалось видео про... Назови меня своим именем Андреа Эсимана Значит, ко мне приходят люди И оставляют мне всякие дурацкие комментарии Я эти комментарии удаляю, потому что идите нахуй Вот почему Вот Но смысл комментариев Сводится примерно к следующему Значит, что человек с такими дешевыми обоями Понимает в хорошем вкусе Ну, там как бы вот такая вот логика Что, мол, типа Сидит человек, обсуждает Говорит про хороший вкус, а у самого такие дешевые обои И вообще и выглядит он плохо И комнатка страшненькая И сам он страшненький Вот, как он может обсуждать Ну, действительно Ну, на фоне Тима Тишалам Это я, конечно, да, не то Вот Значит, дорогие друзья Что мне хочется сказать во всей этой истории Вообще, конечно, на самом деле Очень трудно комментировать подобного рода вещи Видимо, предполагается, что про хороший вкус Нужно говорить из какого-то другого интерьера Может быть, там, не знаю Из гостиной Стаса Михайлова Вот из гостиной Стаса Михайлова Можно рассказывать про хороший вкус Наверное, бесконечно А дешевые обои Они, конечно, все портят Это понятно Вот Но меня волнует Вот какая Интересует несколько мыслей В этой во всей истории Значит, во-первых, почему никто не приходит И не комментирует Видео про Джеймисона Про постмодернизм Почему никто не говорит, что А как человек с такими дешевыми обоями Может обсуждать Маркса Вот То есть, как вот хороший вкус и дешевые обои Так это взаимосвязано А как Маркс дешевые обои Так это не взаимосвязано Вот Во-вторых, конечно Я не до конца понимаю Зачем мне об этом рассказывать Ну, то есть, вот как бы Есть мое мнение Оно остается моим мнением И Ну, я рад, что вы прочитали Хотя бы одну книгу в своей жизни Это прекрасно Вот Но это все равно не дает повод Вам приходить и рассказывать мне Что вы разбираетесь в обоях Если вы можете на глаз Отличить, какие обои дешевые Какие дорогие Это прекрасно Но зачем об этом знать мне То есть, в общем Как бы Если есть что сказать Говорите Если нет ничего То, как бы Ну, не засоряйте их Что называется Я уже Уж я засоряю Вы-то хоть не повторяйте Не повторяйте моих ошибок Мои 11 подписчиков И так далее Вот С этим разобрались Значит Я дочитал Вот этот двухтомник Истоки политической Истоки современной политической мысли Квентина Скиннера Я его сначала дочитал Потом пытался вспомнить Зачем я его начал читать Это очень классная книга Она реально очень крутая Это не научпоп Это прям хорошая научная работа В которой автор прослеживает Как менялось Представление Современного Человечества О политике О том Что такое демократия О том Что такое Выборы О том Что такое Суверенитет В общем Короче Куча всяких таких вещей Он прослеживает Он прослеживает это Примерно с 1400 года По 1700 И на документах На ссылках Рассказывает В общем Что там происходило Со всеми этими людьми Значит Ну там Что узнал я Узнал например Что Фома Аквинский Сделал Аристотеля Поп-звездой Политической мысли Выясняется там Как бы так Что без Фомы Аквинского Аристотеля Возможно бы и не было бы Вот Значит Узнал что У Лютера Мартин Лютер Да Значит У него был какой-то Жесточайший кризис И собственно Не то что Прямо такой Однозначный вывод Но есть логика такая Что Он в своем кризисе Значит собственно Вот эту вот Реформацию И затеял То есть у него был Кризис веры И депрессия И он Пытаясь Повороть депрессию Изобрел реформацию Вот Это как бы Такая Еще одна мысль Вот В общем короче Там много-много-много Всего Но совершенно непонятно Кому это могло бы быть интересно То есть это действительно Не научпоп Это очень серьезная Научная работа Со ссылками С кучей Цитат Авторов И так далее И так далее Она интересная С точки зрения Того что Ну если ты не знаешь Вот я например Не очень Не очень хороший Учитель истории Был в школе В какой-то момент У меня не было Учителя истории В школе Вот Дорогая Любовь Савельевна Директор Если вы еще живы То вот знаете Да Как вы испоганили Людям жизнь Она повольняла Всех учителей истории Потому что учителя истории Ей тоже ее Хуев Ей в панамку накидали Вот И у меня не было У меня не было уроков в истории Поэтому как бы у меня В истории есть Некоторый провал Вот тут вот я выясняю Оказывается Очень интересно Но кому это может быть интересно Кроме меня Ну если ты например Там учишься Да На политолога Или какие-то у тебя есть Специфический интерес Тогда возможно Это может быть интересно Вот так Чтобы прям читать Для своего удовольствия Ну конечно Очень трудно Рекомендовать такую книгу Хотя она на самом деле Очень классная Вот И значит Собственно То о чем мы говорим Тоже коротко на самом деле Потому что Ну книга небольшая Че ее обсуждать Значит Дэвид Эдмонс Убили бы вы толстяка Задача вагонетки Что такое хорошо И что такое плохо Издательство института Гайдара Это по-моему второе издание Уже первое Я хотел купить его уже давно Но он в какой-то момент пропал Третье издание Вот Это уже третье издание Значит Здесь 250 страниц Значит Есть такая Задача О вагонетке Вы стоите Около Рельсов Не рельсов Железнодорожных путей Значит И у вас там К этим железнодорожным путям Привязано 5 человек Вы видите Как с одной стороны К чему-то они привязаны Вы видите Как с одной стороны Несется В оригинальной версии Был трамвай Потом трамвай Переделали в вагонетку Несется значит вагонетка Она как-то там сорвалась Неуправляемая вагонетка Несется И она этих 5 человек Неминуемо раздавит Вот У вас Вы стоите около СТЛки И вы можете перевести Вагонетку в тупик Вот Но Значит Если вы переведете ее в тупик Там тоже привязано Там привязан один человек Как вы поступите Собственно Так звучит Так звучит Там условие Задачи о вагонетке Либо вы Дадите этой сорвавшейся вагонетке Убить этих пятерых Либо вы Совершите Действие Да И переведете вагонетку На Другие рельсы И она убьет одного человека А пятерых вы спасете Вот Собственно Одна из причин Почему я хотел Купить эту книгу Потому что в свое время Ну как бы такая Странная причина Ну бог с ним Григорий Юдин Где-то в каком-то Из своих видео Сказал Или это был пост У него в фейсбуке Он сказал Что Достали все Вот с этими задачами Вагонетки Потому что В реальной жизни Значит Мы никогда не сталкиваемся С подобного рода ситуацией Мы никогда не выбираем Между тем Чтобы убить пять человек Или одного человека У нас физически Не может быть Такой Такой ситуации Чем хороша книга Дэвида Эдмонса Тем что Он приводит Огромное количество Реальных случаев Когда мы действительно Сталкиваемся Не с этой самой задачей Но у нас Как бы Давайте так Да О чем смысл В чем смысл Задачи про вагонетку Это история Про моральные интуиции Что мы Что мы конкретно считаем Что такое хорошо Что такое плохо Убить одного человека Но спасти пять других Это хорошо Или плохо Будем ли мы Мучиться совестью А например Или например Наоборот Ничего не делать Ну Может судьба Так сложилась Что вот этим пятерым Надо погибнуть Мы не знаем Но в общем Ты ничего не делаешь Ты никаким образом Не влияешь На происходящее И вагонетка Убивает пятерых Но один остается в живых Хорошо это Или плохо Как на это смотреть Как работает Наша моральная интуиция В разных ситуациях Вот мы оказываемся В странной ситуации Можем ли мы считать Что это хорошо или плохо Таких задач На самом деле Огромное количество Там приводится Вот собственно Убили бы вы толстяка Это одна из вариаций Сдачи про вагонетку Там есть еще Присутствует толстяк Вот Что мол Типа Надо его столкнуть На пути Чтобы остановить вагонетку Нужно столкнуть толстяка Он достаточно толстый Он ее остановит Своим телом Но он неминуемо погибнет Но вы спасете пятерых Вот столкнете вы Толстяка Или не столкнете Это вариация В том смысле Что как бы Нужно совершить Перевести стрелку Это одна история А здесь прям Нужно конкретно Толкнуть живого человека То есть вы совершаете убийство Вот Да А еще есть Там еще привели Несколько задач Мне очень нравятся Они Одна задача Про Там задача Про собаку То есть К вопросу Как работает Наша моральная интуиция Что-то с этими Что-то с этими людьми Не так Задача про собаку Это задача Что мол Типа дети ушли в школу Собака выбежала на дорогу Ее сбила машина Родители Значит Пока дети в школе Сказали Дети вернулись Они им сказали Что собака убежала Но при этом Сами ее Освежевали Приготовили И подали Вечером на ужин Вот Как вы считаете Нормально это или нет И в общем Как бы Это вопрос Из серии Это да Это вот прям Такой вот вопрос Который Люди должны В большинстве случаев Вот да В большинстве случаев Люди интуитивно чувствуют Что что-то с этой Постановкой не так Как можно сажать Собаку Домашнего любимца И там Скормить ее детям Но при этом Задача формулируется Таким образом Что Ты понимаешь Что твое Объяснение Оно очень Ты не можешь Объяснить Что именно ты Почему именно ты чувствуешь Что что-то с этой задачей Не так Что-то с этими людьми Не так Вот Поэтому Это в общем Как бы такие Интересные задачи Которые Позволяют нам Объяснить Внутри себя Как работают Механизмы морали И собственно Вся вот эта книга Она Это такое прям Исследование Этой задачи Она крутится Вся вокруг Вот этой вот задачи Про вагонетку Значит Рассказывается Кто ее придумал Кто ее первое опубликовал Как сложилась жизнь Этих людей Которые ее придумали Значит Как она развивалась Какие есть ответы Есть несколько философских школ Каждая отвечает по-своему Кто-то говорит Что Да Совершенно спокойно Не парьтесь Убивайте одного Спасайте пятерых Да Там Чем больше спасешь Тем лучше Вот там кстати История из жизни была Про то Что когда случился Ураган Григорий Юдин Который говорит Никто не сталкивается С такими вещами В реальной жизни Когда случился Ураган Катрина Один из спасателей Рассказывал Как у него Значит Был выбор Две крыши И на одной крыше Значит Семья из двух человек А на другой крыше Семья по-моему Там из четырех Или из пяти человек И у него Он может там Он спасать будет Кого-то Либо тех Либо других Потому что Какая-то такая ситуация Вот тебе Прям Как в жизни Что называется Как работает Наша моральная интуиция Собственно да Вот кто эту задачу Придумал Какие есть ответы Какие есть ответы С точки зрения Биологии Какие есть ответы С точки зрения Логики С точки зрения Философии С точки зрения Морали С точки зрения Этики А что про сдачу Авагонетки думал Кант А что про сдачу Авагонетки думал А собственно Фома Аквинский Там еще у них присутствует Вот Платон Аристотель И так далее Вот Все они что-то Про нее думали Но Что мне нравится Вообще Вот больше всего В этой книге То что она Действительно Потрясающе Составлена То есть Научно-популярные Книги У них есть Определенное Свойство Да Они должны Вызывать У тебя Ну такой Своеобразный Отклик Они должны Быть интересными Все книги На самом деле Должны быть Интересными Но с научно-популярными Книгами Там как бы Ну так У них Определенная Природа Да Они как бы Это не то же самое Что художественная Литература В общем Эта книга Сделана Действительно Очень классно Она В ней Ну Значит Изначально Простой пример Приведу Да Изначально Задача О Вагонетке Формулировалась Как задача О трамвае То есть Ты стоишь Около рельсов И трамвай Потерял управление Не вагонетка Трамвай Мы все ее знаем Эту задачу Как задачу О вагонетке Но на самом деле Как бы Изначально Она была Задача Про трамвай Который Потерял управление И Собственно Автор Эдмонс Дэвид Эдмонс Он Эту историю Рассказывает Про то Что изначально Это была Сформулирована Как задача Про трамвай А потом Этот трамвай Начинает Возникать Постоянно В книге То есть В какой-то момент Глава Одна из глав Начинается Со слов Что Единственным Человеком Который Погиб От Того Что на него Наехал трамвай Был Гауди Это на самом деле Реальная история Он там Ушел со стройки Сагратой Фамилии На какую-то Свою другую стройку Человек был Страшно Интровертным Там ехал Значит Трамвай Он ему Сигналил Что Мол Типа Я еду Гауди Сделал вид Что он его Не видит Вот Значит Машинист Трамвая У них там Значит Чтобы его затормозить Он ему приходил Ну как бы Там был такой Механизм Следующий Машинист Трамвай Бросал песок Под колеса И трамвай Тормозил Он значит Бросил песок Попал в лицо Гауди Слепил его Этим Гауди Значит Ему ничего не отрезало Но его сбило Трамваем Вот А в связи с тем Что у него Он как бы Он был Ну опять таки Он был интровертом И у него был Такой достаточно Потрепанный Костюмчик Вот И не было с собой Никаких документов Его увезли В больницу Для бедняков И неопознанных Совершенно Людей Где за ним Положили на койку И где за ним Никто не ухаживал Там через какое-то время Кинулись искать Национальное достояние Выяснили Ну там Нашли его В этой Богодельне Перевезли В самую лучшую клинику Но было уже поздно Он уже как бы Он уже умирал Вот Это собственно Вот единственный человек Который Известный Такой достаточно случай Наверное как много Многие люди погибали Под колесами трамвая Но это самый известный случай Человека Который вот действительно Попал под трамвай И погиб Вот И Вот эта история Например с Гауди Она Она не просто так приведена Что вот Мол типа Есть такой случай Был такой Она вплетена Вообще В сам текст То есть там И Саграда фамилия Упоминается И то Каким Гауди Был архитектором И значит И все это опять-таки Возвращается К нашим Моральным интуициям Да О том что Заложены ли они В нас Богом Или это некая Эволюционная Предрасположенность И так далее То есть Я просто хочу сказать Что Книга Может показаться Странной Может она показаться Не очень интересной Ну как бы Сильно на любителя Да Ты можешь согласиться Или не согласиться С выводами автора И так далее И так далее Но Вот Как бы Среди Большого количества Научно-популярных книг Которые я читал Эта книга Она прям В некотором смысле Образец Потому что Она достаточно короткая Да что ж такое Ты лаешь и лаешь-то Ну-ка фу Она достаточно короткая 250 страниц Она очень интересно сделана Она вся насквозь прошита Повторяющимися темами И за ними очень интересно следить То есть автор Возвращается постоянно К одним и тем же Каким-то вот Именам Случаем Трактует их по новой Как-то еще Описывает Какие-то новые Вещи И в общем Как бы Читать Конечно следить за всем этим Одно удовольствие Это прям такой учебник Как правильно писать книжки Вот такие научно-популярные Чтобы они были действительно Научными и популярными Вот Ну и самый главный вывод Который например Я для себя сделал Который мне кажется Таким достаточно важным Наши моральные интуиции Как пишет мне автор Ну не мне Он всем это пишет Наши моральные интуиции Меняются То есть то, что нам кажется Правильным или неправильным Хорошим или плохим Может измениться Если мы Узнаем о намерениях Есть исследования Которые показывают Что если Мы Ну там Как только мы узнаем О намерениях человека Что он там Условно Он не собирался Никому причинять зла А это произошло случайно Да Или там Наоборот Он собирался причинить зло И Это несчастный случай Вот как только мы Узнаем о намерениях Наши моральные интуиции Могут кардинально поменяться То, что нам раньше казалось хорошим Окажется плохим То, что нам казалось плохим Окажется То, что нам казалось плохим Окажется хорошим И мы изменим свое мнение Это важная мысль Для меня Важная мысль В том смысле Что Представление о том Что такое хорошо И что такое плохо Оно нигде Никаким боком Не записано И не артикулировано То есть Оно всегда Находится в состоянии Такого Ну, ты как бы Всегда находишься Вот рядом с этой стрелкой Да И ты всегда Выбираешь Там Действовать Или бездействовать Да Ты всегда находишься В этом состоянии И Вот этот выбор Да Он постоянно Перед тобой И понятие Того Что такое хорошо И что такое плохо Оно постоянно меняется Вот И это очень Такая Не так, чтобы Прямо свежая мысль Да Как бы Ну, что-то меняется Меняется Понятно же, что Не живем мы В неком Ну, это только Я не знаю На российском телевидении У людей есть скреп И они с ними живут Вот Но, в общем Прикольно Как-то так Вот Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok